Столетия назад Зерус, родная планета изначальных зергов, погибла в результате огромного взрыва. Современники же называют её разделителем. Рой выстоял, как и предсказывал великий Амун. Однако наш дом было уже не вернуть. Две королевы с принципиально разным взглядом на эволюцию постараются привести этот народ к процветанию. Лишь время покажет союзники ли прибежище нам на самом деле, или они всего лишь эссенция. Местная королева Роя пытается руководить им при помощи своих собственных сподвижниц. Она разделяет и властвует, запершись на своей планете. Казалось бы, что технологический прогресс в этом регионе давным-давно замер. Однако идея мудрого Аббатура по-прежнему с нами. Рой будет делать то, что он умеет лучше всего. Мы покинем сектор Кабрул для того, чтобы расширить границу империи. В системе Манбот мы обнаружили планету с идеальными условиями жизни. Однако местная природа таит в себе нечто более страшное и зловещее, чем мы могли представить. Королева Тессия немедленно отправляется на планету. Это идеальное место для обучения Роя премудростям приспособления. В свою очередь, примитивные цивилизации готовы слепо подчиняться нам, едва завидев на орбите споровые колонии. С каждым световым годом наша всепожирающая галактическая империя становилась все больше и сильнее. Пока что покоренным дикарям будет позволено жить и работать во благо Роя. Однако у Амуна на этот счет есть куда более далеко идущие планы. Так, а вот это уже интересно, дружественный нам Рой настолько заигрался в конспирологию, что теперь их корветы доверху, груженные гиблингами, готовы взорвать вражескую космическую станцию. Что ж, кажется, скоро галактика познает новую тотальную войну. Правда, было бы неплохо перенести производственные мощности и построить новую планетарную верфь поближе к границам с врагом. Усталость от войны давала и себе знать, но после первого контакта мы поняли, что оборона врага куда слабее, чем ожидалось. К тому же фракция Амахон вела войну аж на два фронта. Война первого контакта завершилась, едва ли успев начаться. Да и сама подготовка к ней заняла куда больше времени, чем ожидали мудрые королевы. У нас было достаточно ресурсов и влияния для формирования притязаний на всю систему, а мы практически готовы к очередной жатве. И самое время, ведь наши несколько отсталые союзники присылают нам адмирала гораздо более качественного, нежели есть в нашем пуле. К тому же они буквально умоляют нас извести чужаков с земли обетованной. Ну что, самое время готовить как можно больше эсминцев и корветов и готовиться к орбитальным бомбардировочкам. Боровые колонии заряжены, гидролистки готовы к налетам, а вражеская армия отступает в соседнюю систему. А вот стоило ли отступать с хорошо укрепленной базой, это, конечно, вопрос риторический. К тому же потом возвращаться для того, чтобы быть развеянным по ветру превосходящими силами зерков. Не нужно быть сверхразумом для того, чтобы спроецировать будущую модель ведения войны. Складывается такое ощущение, что победа в этой войне была одержана именно в этой системе. Так оно и случилось. Мы медленно, но методично уничтожали корабли противника. Затем уцелевшие планеты подвергались орбитальной бомбардировке гиблингов. И завершающим московной картину страха и отчаяния был дезант из гидролистков. При поддержке собак, разумеется. Королевы имели под своим хвостом прорву минералов. Поэтому развитие планеты не было чем-то сложным. Большая часть наших систем купалась, если не в роскоши, то по крайней мере в достатке. Однако недавно захваченные планеты отчаянно сопротивлялись нашей экспансии. Через некоторое время эволюция Роя достигла практически пика своей оригинальности, создав шедевр под названием Крейсер Роя. Предстоит еще немного поработать над системами вооружения и, пожалуй, пару листов брони поменять на щиты, но в целом это уже неплохой рабочий прототип. С проявлением крейсеров империя зергов стала по-настоящему великой и могучей, а война завершилась буквально на следующий световой день. Однако для Роя это было лишь начало. Рой чувствовал голод, а Амун продолжал разжигать это желание. Зергии раньше плохо вписывались в галактическое сообщество. Было очевидно, что новая война не за горами, и вот галактика снова трепещет, высчитывая, кто же станет следующей целью. А мы, как бы сказал великий Дхако, продолжаем собирать эссенцию. Наконец, когда мы обрели столько силы и могущества, мы можем объявить основную цель Роя. После этой войны галактика содрогнется, и, возможно, этот раз станет для нее последним. На этот раз мы не стремимся к какому-либо захвату или доминированию. У нас достаточно материалов для переработки, а местные собираются поднимать бунт, и, пожалуй, нужное решение найдется через несколько световых лет. Наша экспансия продолжается, и зерги неотвратимой поступью идут на помощь всей галактике. Эссенция порождает эволюцию, а эволюция заставляет нас искать новую эссенцию. Так могло продолжаться целую вечность. Наши границы ширились, и очень скоро зерги были разбросаны по свету. Конечно же, все это результат трудолюбивого, методичного уничтожения враждебных нам империй. Помните, как мы заботливо взращивали покоренные расы? Можете забыть об их присутствии. Эхэссенция стала хорошим топливом для нашей новой армии. Пока наш Рой отдыхает, готовясь к новой войне, можно заняться уничтожением местных амеб. Собственно, это касается всего биомусора, который можно повторно использовать. Итак, переработка всех, кто не зерк, завершилась, и, к сожалению, нам придется развязать еще одну войну, ведь, по мнению галактики, мы еще не являемся угрозой всему сущему. Ожидалось, что разобраться с Большой Империей на Северо-Востоке будет несколько трудновато. С момента начала войны уже прошло какое-то время, но противник все не спешил, помогает своим союзникам. И вот они, наконец-то, начались первые маломальски серьезные сражения. Но, как сказать серьезно, и корабли зергов не оставляют противнику никаких шансов. Рельсотроны погибели работают по целям исправно, а регенерирующая обшивка вкупе с мощными силовыми щитами способна изменить ход любого противостояния в пользу Роя. Ух, и какой же смачный десант нам с вами удалось перехватить. Скорее всего, противника ушло на это целая гора ресурсов. Правда, есть такое предположение, что совсем скоро зерги перестанут смотреть в сторону расширения. Наконец, вот оно, венец творения лучших умов Зеруса. Под чутким руководством темного бога Амуна, конечно же. Эферофазная установка готова прекратить страдания этой галактики. Однако, подобной эссенции для ее работы необходима темная материя. Правда, есть одна проблемка. Нас объявили галактическим кризисом. Что ж, давно пора. Теперь, когда мы можем рушить империю и раскалывать планеты, нас ничто не остановит. Помимо того, что очень скоро галактика превратится в один большой польский пшек, Рою удалось найти новую конструкцию поразительных масштабов. Возможно, в будущем она превратится в наш опорный пункт для планирования дальнейших операций в регионе. А пока что вот оно, настоящее оружие возмездия. Система Бароба станет первой из многих. Прототип должен быть опробован, система должна быть уничтожена. На месте разрыва образовалась лишь черная дыра. Тонкие связи материи и покрова были нарушены. Пока доподлинно неизвестно, к чему это приведет, и какой же был замысел у темного бога. Нужно больше черных дыр в галактике, мы будем продолжать добывать темную материю, стирая окружающие нас с цивилизацией в порошок. Удивительно, но местная угольшая империя тихомерно сидит в рамках своих границ и как будто бы поощряет нашу работу. Минутка экспериментов. Что же все-таки случится, если алчащий пожиратель планеты окажется в логове зверя? Изначально кажется, что силы равны, однако флот каперов рассыпается в щепки. То же самое ожидает и их планетарную крепость. На самом деле довольно весело. Если вам интересно, то возможно когда-нибудь мы можем так очистить какую-нибудь угасшую империю. Правда для этого, конечно, нужен флот несколько побольше, чем у нас имеется. С другой стороны, у нас вполне себе достаточно ресурсов для того, чтобы наклепать армию в лимит. В головах у зергов родился уже практически идеальный план, если бы не одно «но». Эферофазная установка была практически готова, только вот из-под покрова полезли странные твари. Возможно, это какие-то сгустки материи или плотное скопление энергии, однако проверять это большая часть зергов категорически отказывалась. Возможно, это какое-то наследие от давно ушедшей цивилизации протосов, так сказать, последний подарок Амуну перед уходом в закат. Быть может, наш объединенный флот вполне способен справиться с ними. Однако сейчас загару, как и большую часть строя, беспокоят другие проблемы. Основная цель для нас сейчас – защитить Капрул любой ценой. Окружающие нас цивилизации более не способны противостоять нам, по крайней мере, на равных. А вот скоординированный удар амебами из покрова вполне способен уничтожить нашу столицу. То случился небольшой Стелларис Моумент, пока зерги очищали свои системы от космической заразы. Под прицел нашего многоуважаемого разрушителя планет попал целый Левиафан. Естественно, от Левиафана осталась лишь маленькая мокрая черная дыра. Да, собственно, неплохо так выходит. По факту, на просторах этого мира осталось лишь несколько империй, которые уже и без того изрядно потрепаны зергами. Зергам казалось, что они получили эссенцию всего мира. Рой выстоял, однако его работа была выполнена. У Великой Махины все поглощение просто не осталось новых целей. Зато они были у той руки, которая управляла всем этим с самого начала. Один шаг и последний вздох для этой галактики. Начало и конец. Лента Мебиуса завершает очередной цикл. Вершина Блаженства, новая ступень бытия и лишь огромные красные глаза, смотрящие на этот мир с пустоты. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Это было мое первое прохождение в Стеларис, и хотелось как-то по-особенному его закончить. Вообще, новое дополнение мне понравилось, однако нововведений слишком мало за такую цену. Скажем так, видали мы дополнение куда получше, однако это неплохо так расширяет вселенную. И в общем-то у меня есть желание попробовать поиграть по всем трем основным путям. Поэтому, если вам что-то подобное интересно, то, пожалуйста, милости прошу в комментариях. Ну и как всегда, выбирай лайк или гул лайк. Большое спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока, ребята.